В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о ведомственных проверках, масштабных спецоперациях, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Коммунальная авария на Московском шоссе. В четверг вечером на 19-м километре дороги произошел разрыв водопровода. Без холодной воды оказались жители мехзавода и крутых ключей. Это более 70 тысяч человек. Сотрудникам МЧС удалось быстро устранить последствия. Затем, как шли восстановительные работы, следила Валерия Макарова. До места прорыва трубы удалось добраться только к полудню, ведь сверху был 10-метровый слой земли. На место прорыва работала аварийная бригада СКС, силы МЧС, а также сотрудники городской администрации и областного министерства энергетики и ЖКХ. Аварию ликвидировали более сотни человек. Работы шли круглосуточно. Ночь без сна провели сотрудники МЧС не только на месте прорыва водопровода, но и в главном управлении. Как только стал понятен масштаб аварии, здесь развернули оперативный штаб. И именно сюда стекается последняя информация о том, как устраняют аварию. Ранним утром на вопросы журналистов ответил глава Самары Олег Фурсов и начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Они рассказали о том, как помогают тем, кто остался без воды. В зоне отключения находятся шесть котельных, которые обеспечиваются водой путем подвоза бойлерами технической воды. Тепло в микрорайонах не отключено. И с этой точки зрения неудобств жители испытывать не будут. Работают 16 бойлеров, организованные точки раздачи питьевой воды. За ситуацией на месте аварии в штабе МЧС следили в режиме онлайн с помощью веб-камер. Оставшиеся без воды жители могли обращаться на горячую линию. Жители города Самары, попавшие в зону отключения воды при возникновении вопросов, могут обращаться на данный телефон доверия. Будут непосредственно сразу же приняты все необходимые меры по обеспечению воды. Горячую линию открыли в департаменте опеки и попечительства. Сюда призывали обратиться тех, кому тяжело самостоятельно принести воду из бойлеров домой. Также можно было сообщить о людях, нуждающихся в помощи. В жестоком обращении с животными подозревают кинолога. Самарские следователи впервые завели уголовное дело по этой статье. По предварительной версии, сотрудница кинологического центра в октябре прошлого года бросила под колеса машины беременную кошку. Все произошло на глазах у детей. От полученных травм животное погибло. Известно, что обвиняемая Наталья Колпачникова работает кинологом более 10 лет. В полицию обратились коллеги женщины, возмущенные ее поступком. На данный момент она работает. Занимаемой должности и оснований ее отстранять нету следствия. Каким-то образом совершенное преступление не связано с ее должностными обязанностями. Это больше кратизует ее как личность. Преступление является небольшой тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и максимально до ареста на 6 месяцев. Привлечь к ответственности требует и женщину, которая, по мнению самарских активистов, специально задавила собаку. Петицию уже подписали около 19 тысяч человек. Все случилось на территории базы на южном проезде. Момент, когда автомобиль на низкой скорости наезжает на животное, зафиксировали камерой видеонаблюдения. С теми, кто намерен добиться справедливости, встретилась наша съемочная группа. Эти кадры уже вызвали волну возмущения в интернете. Водитель белого Пежо сбивает собаку. Еще несколько метров машина тащит несчастное животное за собой. Затем автомобиль спокойно уезжает, а дворняга остается на дороге умирать. По словам очевидцев, собака жила на территории базы на южном проезде. Пес был добрым, все сотрудники его подкармливали. Бесчеловечный поступок женщина, сидевшая за рулем иномарки, совершила осенью прошлого года. Видео с камерой наблюдения попало в сеть только сейчас. Теперь на базе, где все случилось, отчаянно держит оборону. Где это написано? Все, валюта. Видео есть. Место происшествия за этими воротами на территорию нас не пустили. Здесь располагаются несколько организаций. В одной из них работает женщина, задавившая собаку. Сотрудники фирм с нами общаться отказались. Намекнули, что разговаривать с журналистами им запретило руководство. До женщины, переехавшей собаку, нам дозвониться не удалось. Но среди тех, кто с ней знаком, есть люди, которые не считают ее виноватой. Говорят, она просто не заметила животное. Она не специально давила девушку, поверьте мне. Она сначала ее не увидела, когда она под передние колеса. А потом она просто испугалась. Вот и все. То есть надо было раз проехать по собаке? Она не про то, что ты сама человек. Я знаю ее прекрасно. На Самарские зоозащитники в это не верят. Объясняют. На записи видно. Машина едет медленно. Собака ниоткуда не выскакивает, а спокойно идет по дороге в нескольких метрах от автомобиля. Люди говорят, с такого расстояния не заметить животное нельзя. Зоозащитники составили петицию с требованием привлечь женщину к ответственности. Документ уже подписали почти 11 тысяч человек. За этот поступок, на мой взгляд, должна последовать какая-то ответственность. Возникает вопрос, адекватен ли этот водитель. Не опасно ли таким водителям находиться за рулем. Не представляет ли они опасность для жителей города. А мог на месте собаки оказаться ребенок или нерасторопная старушка. Защитники животных и возмущенные жители намерены идти до конца и добиться справедливости. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой решат, будет ли заведено уголовное дело. Прокуратура Самарского района проводит проверку по факту неоказания медицинской помощи инвалиду. Самарское интернет-пространство всколыхнули фото, на которых мужчина лежит возле входа в клиническую гириатрическую больницу. По словам очевидцев, инвалид якобы пролежал на морозе больше 40 минут, а помощь ему так и не оказали. Все ли так однозначно, разбирался Андрей Горгуленко. Стекло разбили, ставили сейчас фанеру, ремонтируем. Вот выбил конкретно товарищ, который был с тем человеком. Ногой была сломана нижняя перегородка перемычка пластиковая. Этот погром в клинической гириатрической больнице устроила компания пьяных людей, которых привезли сюда 12 февраля. Трое мужчин, один из которых инвалид, отказавшийся от медицинской помощи. С ним был огромного роста еще дебошир, бывший боксер, который угрожал, толкал, матерился, унижал наших санитарок, медицинских сестер. В связи с чем была вызвана группа быстрого реагирования, пожалуйста, это можно проверить, везде есть записи, которые их и вывели за пределы нашей больницы, за пределы приемного отделения. Сотрудники больницы рассказывают, что оказавшись на улице, компания решила устроить перекур прямо у входа. Двое уселись на лестнице под крыльцом, а вот инвалид решил полежать, что очевидцы сфотографировали. Через пять минут мнимые больные требовали медсестер вызвать им такси и уехали. А вот фото стали причиной прокурорской проверки. Устанавливаем, каким образом гражданин оказался в лечебном учреждении, какая помощь ему оказана, какие меры были приняты персоналом, какие соответственные действия последовали в дальнейшем по его, так скажем, определению либо в лечебное учреждение, либо определению в иное учреждение, куда ему необходимо было обратиться. Точку в этом деле ставить пока рано. Сейчас прокуратура ищет свидетелей и выясняет все обстоятельства. Нефтеперерабатывающую установку на незаконном заводе уничтожили сотрудники ФСБ. Нелегальное предприятие организовал житель Тольятти Николай Анисимов. Как выяснилось, на заводе находились четыре аппарата по переработке углеводорода, системы очистки и охлаждения, 11 цистерн для хранения готовой продукции. Здесь производили до 40 кубометров мазута, дизельного топлива и бензина в сутки. Затем нефтепродукты поступали на заправки в Жигулевске, Тольятти, Ставропольском районе. Теперь владельцу незаконного предприятия предстоит выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Рост ДТП с детьми отмечают в Самаре. Практически в каждом втором случае ребенок был не пристегнут. Напомним, с этого года перевозить детей в специальных креслах можно только на заднем сидении. Если ребенку не исполнилось 12 лет, его нужно пристегивать удерживающим устройством. Соблюдают ли родители правила безопасности, проверили сотрудники ГИБДД. Вместе с ними в рейд вышла и Валерия Макарова. Школа номер 148. До звонка на первый урок осталось 20 минут. Родители подвозят своих детей к школьным воротам. Именно в это время сотрудники ГИБДД начинают проверку, соблюдают ли взрослые правила перевозки маленьких пассажиров. По закону, детей до 12 нужно пристегивать адаптером или сажать в специальное кресло. Как обычно возите? В кресле. А в этом у нас чего? Так же в кресле ребенок сидел, просто когда завернули, она рюкзак одевала и все. В случае ЧП обычный ремень может не спасти, а покалечить ребенка. Дело в том, что он рассчитан на взрослого человека. Ребенку в момент аварии он пережмет горло. О том, что для детей в дороге намного безопаснее сидеть в специальном кресле, напоминают сотрудники ГИБДД. Детей 12-летнего возраста перевозите? Какие детские удерживающие стоят, используете? Фест. Фест? Да. И все? Перевозят только на заднем, на переднем сиденье? На заднем. На переднем не перевозят. Статистика неутешительна. У нас с начала года произошло 16 дорожных транспортных происшествий, в которых пострадали 19 несовершеннолетних. Из них 11 пассажиры. И из этих 11 пассажиров пятеро вообще были не пристегнуты ремнем безопасности. Без детских удерживающих устройств. В прошлом году сотрудники ГИБДД составили более 3000 протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел и адаптеров. Сегодня штраф за это составляет 3000 рублей. Героем стал водитель снегоуборочного трактора. В среду он, как и полагается, чистил дорогу на московском шоссе. Заметив, что в одном из дворов загорелся автомобиль, мужчина не растерялся и бросился на помощь. Бороться с огнем он стал с помощью снега. Набрал его в ковш и высыпал на охваченную огнем машину. Эту процедуру он проделал несколько раз, пока пламя не погасло. Трактор тушил легковушку около 10 минут. Затем на место ЧП прибыли пожарные. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин